Алистар Аверим и Александр Волков встретятся уже в это воскресенье. Аверим постарается добыть очередной и скорее всего последний тайтлшот в карьере. Волков же хочет отнять у Алистара эту возможность, заменив его в титульной гонке. Два больших парня, два чемпиона мира по версиям различных организаций, два весьма уважительных бойца, которые нравятся фанатам. Но кто все-таки выйдет победителем в этой встрече? Давайте разберемся. Друзья, с вами Страйкер и сегодняшнее видео будет посвящено техническому разбору поединка Алистара Аверима и Александра Волкова. Мы постараемся понять, кто же из этих двоих увидит свою поднятую руку в воскресенье. Погнали! Друзья, турнир UFC 257 подошел к концу, но нас ждет еще много боев. Если вы хотите улучшить просмотр любого поединка UFC, то предлагаю вам воспользоваться фрибетом в 1000 рублей, без депозитов и каких-либо условий от Винлайн. Напомню, что эта компания имеет лицензию, поэтому переживать ни за что не надо. Акция действует для жителей РФ, поэтому, чтобы получить фрибет, наведите камеру телефона на QR-код и скачайте мобильное приложение Винлайн. Или перейдите по ссылке в закрепленном комментарии. Удачи! Этот бой достаточно важный для будущего тяжелого веса UFC. С одной стороны, Александр Волков, который, кажется, только подходит к пику своей формы. А с другой же Алистар Аверим. Настоящая легенда, которая мог давно повесить перчатки на гвоздь. Но все-таки желает напоследок забрать еще один пояс в свою коллекцию. Естественно, речь идет о поясе UFC. Меня немного удивили цифры перед этим боем, потому что Аверим фактически идет на серии с пяти побед подряд. Потому что считать поражение Розенстрайку за секунду до конца боя достаточно сложно, но что есть, то есть. Волков же пока что выигрывает с переменным успехом. Но многие аналитики видят победителем именно россиянина. Причем достаточно явно это делают. Давайте все-таки перейдем к разбору навыков и постараемся узнать, правы ли все эти люди или нет. Начнем, естественно, с ударки. Так, скорее всего, большую часть поединка бойцы будут находиться именно в стойке. Александр Волков очень высокий боец, у которого длинные рычаги. Он может ударить кик с такого расстояния, что оппонент даже не мог бы предположить, что может пропустить со столь дальней дистанции. В отличие от своего бывшего партнера по танцам Стефана Струва, Волков пользуется своей антропометрией сполна. И я еще не видел бойца в UFC, который мог бы перебить Александра на руках. Многие говорят, что Волкову не видать пояса, пока есть Мьошин Гану. Но если Драга проходит трима в воскресенье, то его чемпионство не будет выглядеть настолько абсурдным, как может выглядеть сейчас. Из плюсов помимо антропометрии у Александра можно выделить его прямые удары, будь то ногами или руками. Волков отлично работает джебом, двойками и буквально прорезает своих оппонентов фронткиками. Но также Драга не слабак и на ближней дистанции. У него есть отличные связки заперкотов с хуками на случай сближения оппонента или впоследствии добивания. Из минусов можно выделить, что Александр частенько входит в размены. И это не есть хорошо. Многие упоминают лишь поединг с Дерриком Льюисом, где Волков выигрывал в одну калитку, а затем глупейшим образом проиграл, войдя в ненужный размен. Но просто Льюис пока что единственный, кто этим воспользовался. У Александра такие входы в размен не единожды, поэтому нужно быть с этим поаккуратнее, особенно в бою против Рима. Аверим же из года в год начал достаточно редко использовать своем арсенале лишь ударную технику. А Листар понимает, что его держак не такой уж и хороший, как хотелось бы, поэтому ведет поединки весьма аккуратно, зачастую прибегая больше к своим борцовским навыкам. Возможно смена лагеря сыграла роль, потому что он тренируется с еще одним топовым тяжеловесом, Кертисом Блейдсом, который известен своей борьбой. Из плюсов в ударке можно выделить отчетливую, но каутирующую мощь Листара, его кики, которые он пускает на поражение, будь то мидл или хай, и также колени. Но колени пускаются в ход зачастую, когда Рим входит в клинч, поэтому это больше к следующему аспекту поединка. Фаворитом в ударке я безусловно вижу Волкова. Он хоть и прибавил в весе, но все равно достаточно быстро для Аверима, и думаю, что он без проблем сможет держать старого Волка на дистанции и разбивать его своими длиннющими ударами. К тому же Александр может пропустить лишние 2-3 удара. У Али Стара такой опции нет. Если он пропустит, то спасаться можно лишь в борьбе. Но скорее всего Волков просто прикончит его, если увидит возможность. Фаворит Александр. Любимый аспект игры Александра Волкова, который все авторитетные эксперты советуют ему подтянуть. Ну а если без шуток, Александр не борется настолько плохо, как многие думают. В том же поединке против Кертиса Блейдса он не давал тому наносить жесткого урона. Американец больше залеживал Волкова, чем предпринимал попытки найти финиш. И в партере Александру тоже есть что показать. Крутейший джитсер Вердум не смог сделать ничего за 4 раунда полного контроля над Волковым. И был жестко финиширован после неудачных попыток сабмишина. Поэтому если Али Стар рассчитывает лишь на победу за счет борьбы, то ему нужно слегка поменять геймпланы поединок. Так, безусловно, если выбирать фаворита в этом аспекте, то Аверим будет впереди. Просто из-за того, что я не могу представить, зачем Волкову бороться в этом бою. Али Стар же будет с большой долей вероятности делать попытку за попыткой тейкдауна. Ну или на крайний случай клинчевать и включать колени. В принципе, за счет клинча Рим и может выиграть в стиле а-ля Камар Усмана. Потому что сил расходуется в этом положении не настолько много, как при попытке перевода в партер. В общем, тут фаворит Аверим. На самом деле, ни у того и ни у другого спортсмена так таковых проблем с кардио и не наблюдалось. Они вполне спокойно проходили дистанции в 5 раундов. И не сказать, что уставали в подобных баталиях. Но все-таки думаю, что небольшим фаворитом будет Волков. Аверим потратит много сил на различные тейкдауны. На завязывание, в клинче и так далее. Александр же будет работать в привычной для себя манере. То есть в стойке и лишь защищаться. А учитывая, что в поединке с Кертисом и Фабрисио не устал, то и тут не должен. Хотя нужно посмотреть, как скажется мышечная масса, которую подобрал Волков. Но все-таки думаю, что у Александра не должны возникать проблемы с выносливостью. И ментальность. Не помню, когда вообще в моих разборах ментальная составляющая не была 50 на 50. Потому что этот поединок можно расценить точно так же. Обоим нужна победа. Но скорее всего именно Авериму она нужна больше. Волкову лишь 32. У него еще есть время в запасе. У Алистара же это последний заход. Не удивлюсь, если в случае разгромного поражения старина Рим повесит перчатки на гвоздь. Эх. А пройдет же целая эпоха с его окончанием карьеры. Ладно, двигаемся к разбору по раундам. Скорее всего Рим будет как обычно наматывать круги и не форсировать события. Волков же параллельно этому будет пробивать кики и нащупывать дистанцию. Возможно в моменте Алистар подловит Александра и начнет возню в клинче. Или сразу перевезет россиянина в партер. И Волкову не стоит бояться бороться с Аверимом. Нидерланец вряд ли его засубмитит. А если дать Риму работать, то вполне можно его легко утомить. Думаю, что если Алистар не найдет финиш каким-нибудь образом в течение первых трех раундов, то дальше ему будет уж точно худо. Волкову же форсировать события не имеет смысла. В этом плане время будет работать на него. Если Рим, как я сказал ранее, не нашел финиш, то теперь уже Драга найдет его. Я думаю, что Аверим сильно выдохнется изо всех попыток перевода и завязывания такого большого Александра. И уже будет легкой добычей для россиянина. Волков войдет в размен, как в бою с Вердумом, и финиширует поединок в третьем или четвертом раунде. Или же если Волков начнет работать с середины третьего раунда, то может вполне победить уверенным решением. Но обычно, если Алистары проигрывает, то жестким нокаутом. Я думаю, что поединок закончится досрочно. А если быть точнее, Волков победит Аверима техническим нокаутом после второго раунда. Весь бензобак Алистара закончится к этому времени. Переводы не будут успешными. И Александр добьет легендарного Рима. На самом деле, жалко, что их сводят в поединке. Потому что мне импонирует как один, так и другой боец. С одной стороны Волков, которого я хочу видеть чемпионом. А с другой Аверим, которого я тоже, блин, хочу видеть с поясом на талии. Если посмотреть на его регалии, до звания одного из лучших на все времена. Ему не хватает чертова пояса UFC. Не знаю, сложный выбор. Поэтому просто пожелаю удачи обоим. А вы что думаете об этом поединке, друзья? Кого видите фаворитом? Давайте обсудим все в комментариях. Не забывайте о фрибете в закрепленном комментарии. Или с помощью QR-кода на экране. Друзья, также жду вас всех в своем инстаграме. Прямые эфиры, мемы, ответ в директ. Все это ждет вас там. Да и вообще там круто и интересно. Давайте, подписывайтесь. Не стесняйтесь. Ну что же, друзья. А на этом наше видео подходит к концу. Если ролик вам понравился, то пожалуйста поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Пол. И вы были на канале TheStriker MMA. До скорых встреч, дорогие друзья. Увидимся в следующих видео.